Ну что, мои хорошие, помните, я вам говорила, что поговорим о любви? Я бы очень хотела и даже молилась сейчас, когда там присутствовала, о том, чтобы ангелы просто открыли вам ушки, потому что очень важно услышать. Вы много раз говорили, что можно слышать, можно не услышать, но я очень хочу, чтобы вы услышали и подумали. И вы знаете, каждое слово просто думайте, принимайте и думайте. Принимайте к себе, на себя, через себя. И так, такое слово, знаете, недолюбливать. И вы знаете, это слово немножко не подходит по-английски. Это два слова в английском, это не такое слово в английском. Да. Не дает любовь. Я хотела бы, чтобы ты употреблял именно это слово, потому что не даем достаточно любви. По-русски это будет очень точно. Не дает любовь. Не дает любовь. Не дает любовь. Дальше уже ревнуйте о дарах духовных, особенно, чтобы пророчествовать. Но главное, это достигайте любви. И вы знаете, не так давно я молилась и как-то услышала в своем сердце, в своем духе. Это было обличающее слово, недолюбливаю. 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 Конечно, я знаю определенно, о чем я молилась. Но я поняла, что надо над этим словом задуматься. Очень оно глубокое. Вы знаете, когда слышишь внутри себя, когда говорит Бог через твой дух, тогда ты чувствуешь, что там есть такая глубина, над которой надо подумать. Это не просто так сказано. Я стала продолжать молиться уже об этом, и говорить, Господь, я хочу познать это поглубже. И увидела, что оно настолько глубокое. Вы знаете, ни в одном языке оно так глубоко не звучит, как на русском. Оно очень определяет правильное состояние. Мы часто употребляем это слово, и совершенно при другом значении. Мы говорим, недолюбливаю я этого человека. Вроде как, я же не ненавижу. Можно сказать, ну просто недолюбливаю. Не люблю, недолюбливаю. У нас вот такое значение, правда? Не люблю, но недолюбливаю. Но настолько оно иначе звучит, когда Бог его открывает. Недолюблю, это значит, не додаю любви. Вы понимаете смысл? Не додаю. Не то, что недолюблю, я не люблю. Не додаю. Я вроде его люблю, но недодаю любви. По крайней мере, мы считаем, что мы любим. Но недодаем любви очень часто. Я вам скажу, что стала открываться эта глубина недолюбливания. Насколько мы, многих или же почти всех, недолюбливаем. Мы любим, но недолюбливаем. Вот если бы мы любили по-настоящему, как Бог вкладывает смысл в это слово. Мы бы гораздо больше друг для друга сделали. Мы бы гораздо больше сделали это в доме, в семье, друг другу. Но мы, нашей любви, присутствует эгоизм, мы любим нашей любовью. Очень многих мы любим нашей любовью, а это все-таки с эгоизмом. И это означает, что сначала мы все-таки любим себя. Да, понимаете, что такое эгоизм. А потом ближнего. Даже вот в этом законе сказано, возлюби ближнего, как самого себя, потому что ты самого себя уже любишь. И вот от этой любви, когда ты уже себя любишь, совершаются все поступки по любви к другим. С точки зрения того, что ты себя уже любишь. Вы понимаете? Это наша человеческая любовь. Это наша человеческая любовь. Ну вот самое простейшее такое, чтобы было немножко понятнее. Хотя мы, я думаю, должны пересмотреть свои отношения, вы увидите глубже. Вот, например, человек устал, да? Или же неохота что-то. А надо за кем-то поухаживать. Это может быть в церкви, это может быть дома. И срабатывает эгоизм. Потому что ты же устал. Ты же, понимаете? Ты вроде поухажешь, ты вроде что-то сделаешь. Но твое вот это действие будет какое? Недолюбливание. Потому что ты не дашь полностью того, что мог бы дать. Там будет присутствовать вот это чувство к себе. Я устал. И вот в этом вот положении ты не додашь то, что мог бы дать. Это даже на подсознательном уровне действие. Ты даже не задумываешься, ты просто так чувствуешь. Ты сделаешь все это, но с минимальными затратами для себя. Это и есть недолюбливание. Понимаете? Это и есть недолюбливание. Ты сделал. Но ты мог бы сделать это так, от души, от сердца. От любви Божьей, это бы выглядело иначе. То есть, и эта забота будет несовершенной. Этот поступок будет несовершенным. Потому что и любовь, это тоже несовершенно. Это можно назвать не любовь, а недолюбливание. Вы знаете, как многие родители недолюбливают своих детей? Они их любят, но они недолюбливают. Если вы меня понимаете, какой смысл я вкладываю в это слово? Дети, когда вырастают, недолюбливают своих родителей. Недодают любви им, какой хотелось бы и желательным. Мужья недолюбливают своих жен. Жены недолюбливают своих мужей. Любят, но недолюбливают. Человек постоянно недолюбливает. Знаете почему? Потому что он любит не агапы. А это другая любовь, она ищет своего. И если у вас есть любовь, которая ищет своего, она уже недолюбливает. Она не может дать полностью, понимаете? В человеке агапы, если пребывает, то только тогда, когда мы в Духе Божьем. Мы наполнены, мы готовы на все. Если любовь агапы present inside a person, it's usually when he's filled with the Holy Spirit, and he's ready to do everything. А когда отступает агапы, ты опять опускаешься на этот уровень своей любви. И уже недолюбливаешь всех. Вы понимаете, что происходит? Я еще раз хочу подчеркнуть, что недолюбливание не означает «не люблю». Если вы это поймете, тогда вы будете рассуждать и увидите многие свои поступки, пересмотрите очень многое. То есть, недолюбливание – это не означает «не люблю». Это разные понятия. Люблю, но не даю то, что могла бы дать. Есть ненависть. Когда человек желает зло другому. Того, кого ненавидит, он желает ему зла. Есть просто не любит. Если нет любви, ну просто нет любви. Она не проявляется. Можно сказать, равнодушен. Того, кого он знает, ну равнодушен. Это есть «не люблю». Нет любви. А есть «люблю», но недолюбливаю. Понимаете? Просто не хватает чувства, чтобы долюбить. Додать. А недолюбливание – это тогда, когда человек любит, но себя ставит на первое место. Эгоизм все-таки присутствует. Понимаете? Я хочу сказать нашему стыду, мы Бога недолюбливаем. Я говорю «мы», чтобы никого не обидеть. Но вы знаете, как часто недолюбливаем Богом. Если недодавать Ему своей любви, значит недолюбливаем. Неподстоящему любимому. То есть, не всего себя отдал Богу. Не всего себя до остатка. Без остатка. Есть такая песня прекрасная, «Я все тебе даю, без остатка тебя даю». Но это только песня. А посмотрите, кто без остатка себя дал. Обычно человек оставляет себе львиную долю. А Богу посвящает только часть. Часть своей личной жизни. Часть своего времени. Часть своих сил. Часть своих интересов. А если Богу отдавать только часть, если посвящать Богу только часть, честно скажите, что это значит? Люблю или недолюбливаю? Оказывается, это недолюбливо. Вот что Бог показывает. Ребята, недолюбливаем. Тот, кто Бога любит, посвящает сего, всецело себя. Когда Павел говорил вот эти слова, написанные в Кремленном 12, 1, 2, «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйте с веком сего, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благое, угодное и совершенное». Разве он говорил о частичной жертве? Он говорил, предоставьте, предоставьте, не часть времени, предоставьте себя. Если ты предоставил часть, это не жертва. Если ты отдал часть своего тела, оставил его при себе, как такое возможно? Это возможно? Если ты отдаешь, отдаешь. Значит, ты не отдал, не предоставил. Невозможно остальное оставить себе для личного пользования. А вот это тебе только ноги, Господи, остальное для личного пользования. Можно? А я знаю, что многие так и делают. Вот тебе мое сердце. И я вот молюсь, хожу, гуляю и молюсь. Я вот что хочу, делаю, но я молюсь. Себе сердце, тебе принадлежит. Может ли Бог такого человека использовать? Нет, мои дорогие. Сказано, тело предоставьте. Тело — это жертва Богу, благоугодная. А человек обычно, даже верующий, живет благоугодно себе. Предоставляясь похотем своим, свое тело. Удовольствием, развлечением. Это не жертва. Это не жертва. Это не жертва. Жертва — это то, что ты отдал и тебе не принадлежит. Вот это значит люблю Бога. Понимаете? Люблю. А остальное — недолюбливаю. Любовь — это жертва. Это всегда в ущерб себе. Жертва — всегда в ущерб себе. Если ты пожертвовал что-то, оно тебе уже не принадлежит. Вы знаете, почему это называется жертвенник у нас? Куда мы кладем десятины? Тот, который положил туда, он отдал Богу на использование. Оно уже тебе не принадлежит. А если ты все время будешь лазить туда и контролировать и правлять, значит, ты не отдал. Ты не оторвал от своего сердца. Итак, жертва — это то, что ты отдал и отдал. И все, это не твое. Если мы способны, если кто-то из вас так себя отдал Господу, тогда он любит. А остальные недолюбливают Бога. И когда говорят Богу о любви, Бог видит, что недолюбливаешь меня, дорогой брат или сестричка. Если человек живет большей частью своего времени для себя, а какую-то часть дает Богу, это недолюбливое. Это можно сказать, что живут по ветхому закону. По закону я люблю Бога. По закону даю Богу десяти, над всего остального меня освобождайте. Но вы знаете, что по закону закон ничего не дает до совершенства. Помните, как Иисус сказал, если хочешь быть совершенным, здесь все время идет призыв, если хочешь быть совершенным. Если хочешь быть совершенным. А если нет, ты спасенный. Речь не об этом. Даже недолюбливая Бога, ты спасешься. Если ты поверил в Иисуса Христа, принял Иисуса Христа своим Господом, ты спасся. Но если хочешь быть совершенным, то закон до совершенства никого не довел. Если ты посвящаешь Богу десятины от своего времени, десятины от своей жизни, десятины от своих удовольствий, это не посвящение. Это не агапе. Вы знаете, как легко проверить, у тебя есть агапе или нет. Если любишь Бога, значит есть агапе. А если недолюбливаешь, значит душевная любовь. Насколько ты себя предоставил Богу? Вот и видно, понимаете. Это уже сразу проявится в твоей жизни. И если ты служишь Богу только от избытка своего, то это называется, знаете, как недолюбливаешь. Что значит от избытка? Это от желания, от настроения. У тебя есть время, ты служишь Богу. Нет времени, не служишь Богу. Это от избытка. А тот, который любит Бога, он служит его и от недостатка. Потому что если нет у меня времени, то я его посвящу Богу, а не себе. Если ты считаешь, что у тебя недостаток в чем-то, то должно быть это для тебя, но не для Бога. Понимаете? Для Бога не должно быть недостаток. Ты отказываешь себе, но не Богу. А если ты говоришь, у меня нет времени этим заниматься, у меня нет времени к Богу там что-то делать. Если ты всегда скажешь, я не имею времени для этого, я не имею времени для служения Бога. Значит, твое служение от избытка. That means all your ministry towards God is from your abundance. Судил, когда он посмотрел на жертвенника, и зашли двое к вам. Do you remember like when Jesus was sitting and looking at the sacrifices that were brought? Один положил очень много. А женщина одного положила две лепты всего лишь. And one old woman she brought just two coins. А Иисус сказал, она положила больше. And when Jesus looked, he said, she brought much more. ученики удивились, Иисус, ты как это? Посмотри, как он много положит, целую сумму. And his disciples were, you know, dumbfounded. They said, how is it the man brought a whole bag of coins? What did Jesus reply? He said, the man brought from his abundance because he had so much more. And she brought from the little that she had, everything that she had. she brought a lot. I want you to examine yourselves. How much do you give to God? How do you serve him? Is it from your insufficiency and lack? What can I do? But what about when you don't have time? When you're busy with something. Re-examine yourselves, brothers and sisters. Maybe all you're doing is empty. Maybe you can do something for the Lord. You can't only serve God when you have desire and a good mood. Because today it's present, tomorrow it isn't. We must serve God always. Otherwise, it's insufficient love towards God. Many people don't love the church enough. Because that's exactly how they manifest themselves in the church. I'll read you, as Peter said, 1 Peter 4, 8-10. I want to read to you how Peter spoke in 1 Peter 4, 8-10. Bolly above all things have fervent love for one another. Above all things. Above all things. Have fervent love to one another. Otherwise, it's not sufficient love. It's not enough. Because love покрывает множество грехов. For love will for love will cover a multitude of sins. Be hospitable to one another without grumbling. служите друг to one another. As each one has received a gift ministered to one another. As good stewards of the manifold grace of God. As good stewards of the manifold grace of God. Of the manifold grace of God. It's what Peter said. Paul speaks very similar words. It's not sufficient to find a gift to one another. Do not seek your own profit but profit to one another. If you're seeking profit to yourself, you do not love enough again. Your brothers, your sisters. But if you're seeking to profit to benefit someone else, that means you truly love him. In other words, so that I am a gift to one another. to all of them. also in other places as 1 Corinthians 10.33 1 Corinthians 10.33 In another place, 1 Corinthians 10.33 Paul says, just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many that they may be saved. As we examine the lives of Paul and the other apostles, we see that they truly loved. They loved the Lord. They loved the Lord. They loved the church. They loved their brothers and sisters. Because they всю свою жизнь посвятили для пользы других. Because they dedicated and devoted their whole lives for the benefit of others. They died for themselves, so others could live. 2 Corinthians 4.11-12 2 Corinthians 4.11-12 Это не потому, что их там казнили каждый раз. He says, for we who live are always delivered to death for Jesus' sake and it doesn't necessarily mean that they were killing them outside all the time. Это образ жизни. It's a lifestyle. We are delivered to death for Jesus' sake. That the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Так, чтобы смерть действовала в нас, а жизнь в вас. So then death is working in us, but life in you. Это подвиги веры. These are acts of faith. Это и есть истинная любовь. This is true love. Только истинная любовь способна идти на Голгофу. Only true love can go to the Голгофа. Затем идти на крест. And then to the cross. Ради Иисуса и ради спасения других. For Jesus' sake and for the sake of the salvation of many. А иначе не откроется Божья любовь для грешников, к примеру. Otherwise the love of God will never be manifested to the sinners. Если вы не умрете для себя. Вот это и есть та самая жертва, которую сказал Павел. Угодная Богу. Только крест, он является истинным свидетельством, что человек любит Бога. Тот, который идет на крест, он любит Бога. Он любит народ Божий. Он любит церковь. любит не отчасти. Он любит всем своим существом, всем собой. Любовь к себе, если у человека есть сильнее, чем Богу. Если your love to yourself is stronger and bigger than love towards God, вот эта любовь, она удерживает к себе. Любовь удерживает тебя от посвящения. она даже удерживает тебя от того, что ты не примешь Божью любовь Агапы, не сможешь принять ее. Потому что любовь Агапы, она требовательная. Если ты любишь себя, ты не сможешь даже ее принять. Ты сам ее отвергнешь, ты сам ее оттолкнешь. Понимаете? Потому что она не ищет своего, а ты хочешь искать своего. Ты можешь ее почувствовать. Присутствие Духа Святого почувствовать. Присутствие Духа Святого, но на этом у тебя будет остановка. Потому что остальное ты будешь называть фанатизмом. Излишним безуми. Фанатикс, or craziness. Foolishness. Полная отдача Богу ты называешь фанатизмом. И ты будешь оправдывать все свои желания плоти. Тем, что надо насладиться в этой жизни. И недолюбливание имеет массу оправданий. Но ни один из аргументов, которые будешь говорить, пред Богом не оправдаешься. Ни один. Ни одним не оправдаешься Так и будет. Недолюбливал. А ведь мы призваны любить. Мы призваны любить Бога. Мы призваны любить друг друга. Вот о чем сказал Павел. Достигайте любви. И там написано Агапе. Достигайте Агапе. Недушевный, который у нас у всех есть. Достигайте Агапе. Мы никогда не достигнем совершенства, если не достигнем в себе совершенства любви. Потому что без этой Агапе любви нет никакого совершенства. Павел много говорил о любви. И вы знаете, что интересно я увидела вот в этой предыдущей главе 13. Он описывает любовь, без которой все ничто. Помните, это прекрасное место. И вы знаете, что я увидела интересно по-новому? Что в этой главе он описывал себя. Когда-то и он не имел этой любви. И он назвал это состояние младенчеством. Если после меня вы захотите, прочитайте и посмотрите на это теперь другим взглядом, что имел в виду Павел когда описывал. Он всегда был ревностным служителем, правда? Но как фарисей. Он даже думал, что он любит Бога, потому что он был фарисей, он любил Бога, да? По закону Моисея. И вот посмотрите, как он интересно говорит. Да, сначала я прочитаю вам Исход. Исход 20 глава 3-5 это по закону как надо любить Бога. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу. и что в воде ниже земли не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой. Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня. И так он и любил. Если вы помните Павла, и этой любовью он любил Бога. А он понял, что это младенчество. Вы же знаете, что весь Ветхий Завет это младенчество, которое вело ко Христу в совершенство. Он буквально старался исполнять закон любви. И он пытался исполнять закон любви. Но Бога любить по закону невозможно. Это не то, понимаете? И когда он описывал себя фактически описывал вот это фанатично любящего вроде как Бога, он даже верующих гнал, христиан гнал, тюрьмы сажал. И когда он описывает себя как фанатик для Бога с зелёным любовью, когда он до встречи с Иисусом, и вот он когда всё это в себе пересмотрел, то он написал сначала 1 Коринфянам 13, 1-3, он написал своё состояние младенчества. Он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медзвенящий или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы пересадить, а не имею любви, я ничто. И если раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Знаете, это его горький опыт младенчества. Он увидел, когда он полюбил и когда он не любил Бога по-настоящему, он понял разницу. И понял, что всё это было не то. Он был готов на все подвиги. Правда? Стефанов побивали к обням и он был там. Христиан гнал, потому что по закону написано не будет у тебя другого Бога. He was persecuting the Christians because it says in the law, you should have no other God before you. But after that encounter on the way to Damascus with Jesus, он получил такую любовь, он так влюбился в Иисуса, что он стал писать, что такое любовь. Никто не опишет ее, не испытав. Nobody can describe it unless you have experienced it yourself. Let's look to 1 Corinthians 13, 4, 8. Он пишет, любовь долго терпит и милосердствует. Уже совсем другой, да, и характер другой. He says, love suffers long and is kind. Look at it, it's a completely different character. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Love does not envy, love does not parade itself, it is not puffed up, does not behave rudely. не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Does not seek it so on, it is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. А сорадуется истине. It rejoices in the truth. Все покрывает, любовь, все покрывает. It bears all things, love bears all things. Что покрывает? Недостатки ближних. What does it bear? The insufficiencies of others. Всему верит, всего надеется, все переносит. It believes all things, it hopes all things, endures all things. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail, whether there are tongues, they will seize, whether there is knowledge, it will vanish away. Вы знаете, вот эта любовь сделала его совершенным. And you know, this exact love made him perfect. And he left those childish ways, because he said, when I was a child, I spoke as a child, I understood as a child. That love changed his understanding, his point of view towards God, towards ministry. And he could no longer think as a child. And he said, I let go, I forsook the childish. Now we see through it as a glass. But then we will see us to face to face. He saw everything completely different. Love changes everything. And that's exactly why he said, He said, pursue love. Yes, desire the spiritual gift, but first of all, pursue love. But the perfect love, that perfect love of agape, then you will not be able not to love enough. It will not be possible not to love enough, or in fullness. Because what it means is, you're always seeing the shortcomings of others if you don't love people enough. You judge them, you do not cover them. But love covers all. It covers the wrongdoings and insufficiencies of others. If we think about it, what a great God we have. What a wonderful God we have. He even in His angels, you know, even in His angels, He sees insufficiencies. What about us? How many of those insufficiencies do we have? But He loves. What's that like love, you know? That is what love is about. He even in comparison to the angels, He sees insufficiencies in us. And He loves us. He still loves us so much. And He gave His Son away for us. What's that means совершенная любовь. That's what it means to love in fullness, imperfection. He sees in imperfections, He sees. But love covers it. You see what true love is? Do you see what true love is? This is the type of love that Jesus says you must have to one another. Заповедь была о любви в Ветхом Завете. In the Old Testament, there was a commandment about love. Которую сейчас очень любят употреблять и хотят на Ветхом Завете заповеди любить. That many people speak about and they still want to live in that Old Testament commandment. Как самого себя вот так надо любить. It says, love as you love yourself. Для этого полюби себя. Therefore, love yourself first. И будешь любить ближнего. And then you're going to love your neighbor. My dear, let's see what Jesus said. Jesus says, this is my commandment. A new commandment. Why do we need a new commandment if the other one is good? If I buy something new, that means something got old. If it's still good, why do I need to buy something new? John 13, 34, 35. Jesus says, a new commandment I give unto you. Da agape друг друга. That you agape one another. As I have agape you. That you also agape one another. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь agape между собою. By this all we know that you are my disciples if you have agape for one another. Еще раз сказал. Сия есть заповедь моя. Another new commandment I give to you. Da agape друг друга. That you agape one another. That you agape one another. That you agape one another. As I have agape you. Нет больше той любви agape. There is no greater love than agape. Как если кто положит душу свою за друзей своих. That if one lays his soul for one another, for his friends. Вот что такое люблю. This is what truly it really means to love. And the rest is just insufficient love. If you are unable to lay down your soul for another. It means there is no enough love. What does it mean to lay your soul for someone. Хорошо понимаете. Do we understand that? It means to take something away from yourself in such a way. But when you put yourself always first. And the rest you will not love enough. And then you cannot say truly that you love. Truly before God. And I don't love God in sufficiency. If we are honest. If he's not number one in your life. If you are number one in your life. If you are number one in your life. And someone else and someone else and then maybe God somewhere. That means you do not love God enough. And the Lord said he desires to be first always. To be our Lord. The Lord of our lives. He's a jealous God. Well, I have told you these words. Think about it. My good friends. So I pass through these words. Please think about it. I always think about it. How to say through this word. I always watch even until today I'm thinking about it and I'm going through these words. And I'm going through these words. And seeing my life through these words. and seeing where there is still insufficient love. And I desire and I wish to you the same idea. Shall we pray? Nаш драгоценный Господь. Our heavenly Father. I sometimes even don't even find the right words to say to you. But I'm grateful to you for these revelations. For these things that you say. I don't want to be blind, Lord. I don't want to be blind, Lord. I don't want to come to heaven and hide my eyes from you. I want to love you. I want to love you. I want to love the church. I want to love everyone in full. I want to love everyone in full. Lord, I desire that the church will be perfect love and perfect love. This is my desire. This is my dream. Is it possible? I'm not sure. But I know many can. And many will. Lord, bless us. if that word is burning in your heart today, perfected, Lord. Perfected in their hearts. I bless the church, Lord. I bless you.